Продолжаем выпуск. Новые предложения и инициативы для развития предпринимательства. Таков лейтмотив встреч в формате открытого диалога, который проходит по всей стране. Обратная связь уже доказала свою эффективность и результативность. И подобная практика, когда бизнес получает площадку, на которой можно не только продвинуть какой-либо проект, но и внести коррективы в проблемные вопросы, стала одним из символов динамичного развития последних лет. Очередная встреча собрала в столице более 200 представителей деловых кругов. Слово Пахлавону Садыкову. Уникальная возможность для предпринимателей. В течение двух месяцев были изучены их проблемы. И по итогу в этот процесс были вовлечены порядка 2000 предпринимателей. И были выявлены 100 проблем, которые носят систематический характер. И сейчас они на этапе решения. И на сей раз более 200 предпринимателей абсолютно из разных отраслей собрались, чтобы сверить часы и выявить системные проблемы. Эта платформа позволяет выявить системные проблемы предпринимателей лицом к лицу, общаясь с представителями государственных органов. Например, данный предприниматель сейчас поднимает вопрос, связанный с таможенными органами. Принцип работает простой, как дважды два. Выслушиваются предложения, вопросы личного характера пытаются решить на месте, а проблемы системного характера тут же вносятся в базу данных для дальнейшего анализа. Главная идея выявления, анализ и подготовка соответствующих предложений к законодательству по системным проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели, субъекты предпринимательства. Конечно, на практическую реализацию потребуется немало времени, но в данном случае есть конкретные дедлайны. Эти предложения в течение двух недель будут проанализированы в торгово-промышленной палате. При проведении анализа предложения будут вовлечены эксперты, будут сформированы единые предложения и будут предоставлены в компетентные органы, которые имеют право по выдвижению данных законодательных инициатив. Попытались охватить широкий спектр вопросов – налогоблажения, аудиты, таможня, бухучеты, маркировка и так далее. Некоторые начинают заниматься теневым бизнесом. Не все показывают. Я предложил дифференцированный метод НДС. Мы считаем, что если будем понижать ставку НДС для некоторого рода бизнеса, то теневой бизнес уйдет в историю. На сегодняшнем мероприятии нами были подняты ряд вопросов. В частности, это вопросы по предоставлению отсрочки по уплате НДС при импорте товаров. Вопросы, связанные с внедрением информационной системы и актив налоговых органов. Вопросы, касающиеся государственного социального страхования и ряд других вопросов. Надеемся, что мы были услышаны. Нам понадобятся комплектующие, разные запчасти, сырье. Все это импортируется. Когда импортируем, у них есть аксизные налоги, пошлины, таможенные налоги. Вот тут убрать. Потому что это уже влияет на себестоимость товара, мебели. Ну а главная же цель остается неизменной. Облегчить деятельность предпринимателей. От этого тесно зависит и повышение экономических показателей страны, и благополучие народа. Такая вот простая арифметика.